Альфред Грибер. Практический иврит шаг за шагом. Урок номер 13. Произношение буквы «х». Урок ведёт Альфред Грибер. Данный урок посвящён правильному произношению буквы «х». С произношением этой буквы вы уже знакомы из наших предыдущих уроков. Однако, как говорится, повторение мать учения и кашу маслом не испортишь. Буква «х» должна произноситься как звук «ха». Нельзя заменять этот звук звуками «х» или «г». Прочитайте следующее слово «хорег». Убивая, в смысле лишает жизни мужской род. «Хорег». Если вместо звука «х» вы произнесёте звук «х», то получится следующее слово «хорег». Выходит за пределы обычного или дозвольного мужского рода. Неродной, в смысле приёмный. Выходящий за пределы. «Хорег». 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 Вот ещё примеры. «Хораг». «Он убил», в смысле лишил жизни. «Хораг». «Хораг». «Он вышел за пределы обычного дозвольного «хораг». 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 «Гозе». «Грезит мужской род». «Галлюцинирует». «Гозе». «Хозе». «Предвидит мужской род». «Договор», «контракт», «провидец», «прорицатель». «Хозе». «Гозе». «Хозе». «Гоза». «Он грезил», «он галлюцинировал». «Гоза». «Хоза». «Он предвидел». «Хоза». «Гоза». «Хоза». «Согер». «Тюремщик». «Согер». «Сохер». «Купец», «торговец». «Сохер». «Согер». «Сохер». «Нагар». «Река». «Нагар». «Нахар». «Он храпел». «Нахар». «Нагар». «Нахар». 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 «Прочтите следующее слово». «Гар». «Гара». «Гара», в смысле «значительная возвышность». «Гар». Если вместо звука «г» вы произнесёте звук «г», то получится следующее слово. «Гар». «Живёт мужской род». «Проживает». «Он жил», «проживал». «Гар». 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 «Вот ещё примеры». «Гарим». «Горы». «Гарим». «Гарим». «Живут мужской род». «Проживают». «Гарим». 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 «Агав». «Он любил», в смысле «испытывал любовь». «Агав». «Агав». «Кстати», в смысле «заодно». «К слову». «Попутно», в смысле «мимоходом». «Во время». «Агав». 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 «Нагар». «Река». «Нагар». «Нагар». «Плотник», «столер». «Нагар». 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 «Мы уже говорили о том, что если у кого-либо не получается правильное произнесение звука «г», то лучше совсем его не произносить. Это верно. Но не всегда. Но не всегда. Есть случаи, когда необходимо произнести этот звук и произнести его правильно. Прочитайте следующее слово. «Афхана». «Афхана». Развлечение. «Афхана». Если не произнести звук «г», то получится следующее слово «Афхана». Диагноз. «Афхана». 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 Выполнение. «Афтаха». «Афтаха». «Ахрана». «Охрана», в смысле «стража», «защита интереса и тому подобное». «Обеспечение», в смысле «защита». «Афтаха». 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 «ТАга». «Он изумился. «Он раздумывал». Та-га. Та-а. Он заблудился, сбился с пути. Он блуждал, например, в потемках. Та-а. Та-а. Он ошибался, он заблуждался. Та-а. Та-га. Та-а. Теперь вы убедились, как важно правильно произнести звук Г. Итак, данный урок был посвящен правильному произношению буквы Г. Та-а. Та-а.